Доброго времени суток, мои дорогие! И череда новогодних видео на моем канале продолжается. И сегодня мы поговорим о безумно важной вещи, о подарках на Новый год и Рождество. Так что не переключайтесь. Я не буду как-то разделять на подгруппы, я просто маркированным списком, так сказать, выдавал вам весь перечень идей, которые у меня есть по поводу подарков на Новый год. И я очень надеюсь, что тебе понравится это видео, так что поставь палец вверх под этим видео, подпишись на мой канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить ни одного моего видео, а именно в пятницу будет новый видос, в котором я объявлю конкурс, так что обязательно следи за контентом и обновлениями канала. Также напиши в комментариях, чтобы тебе было приятно получить на Новый год и без дальнейшей болтовни мы начинаем. Главное при выборе подарка, это то, чтобы подарок шел от души. И неважно, будет он дорогим или нет, погубным или сделанным своими руками, главное, чтобы это исходило от души и, конечно же, совпадало со вкусами того человека, кого вы дарите. Поскольку все вкусы достаточно индивидуальны, то в этом видео я расскажу о тех подарках, которые ты можешь подарить практически любому человеку, и ему будет приятно. То есть эти подарки не обособленные, не сугубо индивидуальные, но достаточно приятные и, возможно, недорогие. Если у вас есть достаточно времени, или же, если вы готовы оплатить доставку, то очень много полезных и недорогих вещичек можно найти на Алиэкспрессе. Серьезно. Там есть огромное количество всяких браслетиков, кулончиков, заколок, побрякушек, каких-то мелочей, которые будут очень приятны человеку, и при этом вы не потратите много денег, но при этом это будет красивый и целостный подарок. Для тех, кто любит планировать и вести ежедневник, отличнейшим подарком станет ежедневник или планер. Это безумно крутая вещь, я сама обожаю планировать. Я каждый день пользуюсь ежедневниками, вот он подходит к концу, так что в начале года я подарю себе, скорее всего, ежедневник. И его можно купить по относительно невысокой цене, это 50 гривен, чтобы вы понимали, отношение гривны к рублю где-то 1 к 2, это примерно 100 рублей. Также в дополнение к ежедневнику хорошим подарком станет набор каких-нибудь ручек или скотчей, или одна дорогая ручка, в общем, вы меня поняли. Также не отдельно, а в комплексе отличными подарками станут крема, свечи, скрабы, подсвечники. Вот такая вот мелочь, она будет очень приятной и в то же время не будет стоить больших денег. Также я забыла сказать о том, что все мелочи, которые называю, которые будут очень классно смотреться в комплексе, это мелкая косметика, всякие свечи, подсвечники и тому подобное. Очень круто все эти подарки оформлять в банках или коробках, тогда это смотрится гораздо красивее и очень-очень классно. Я собираюсь снять то, как я буду запаковывать подарки, то, как я их буду оформлять. И если тебе это интересно, то обязательно пиши об этом в комментарии, мне важно это знать. Книги. Я про это могу безумно долго говорить и кто бы мне что не рассказывал, книга это подарок на все случаи жизни. Это просто шикарнейший подарок. Если вы знаете, какого автора любит ваш друг или родственник, то это шикарно, потому что вы можете выбрать одну из книг этого автора. При этом можно как-то невзначай поговорить с ним о литературе, о любимых книгах нашего друга, чтобы точно не возникло того, что мы подарили человеку книгу, которую он уже прочитал. Также есть просто замечательные книги, которые подойдут каждому. И не обязательно дарить какую-то художественную литературу, можно подарить книгу по саморазвитию, какую-нибудь мотивационную, или есть прекрасные книги по типу 100 лучших фильмов или книги, в котором рассказываются о том, как создавались эти фильмы. И по разным сферам есть подобные издания. Это очень интересно и понравится, мне кажется, любому человеку. Главное отталкиваться от того, что интересует нашего друга или родственника. Уютный свитер, теплые носки, перчатки, шарфик, шапка. Это прекрасный подарок, очень теплый, уютный. И этот подарок очень хорошо покажет то, как мы заботимся о человеке. И да, тоже классным подарком станет какая-нибудь уютная, красивая, новогодняя пижама. Это очень классно. Из косметики. Прекрасным подарком станет лак для ногтей, помада, карандаш для бровей или же тени, такой себе расходный материал, который нужен каждому, или же тушь. То есть вот такая небольшая, недорогая косметика станет прекрасным подарком или дополнением к одному большому комплексному подарку. Также классной вещью будет подарить в интернете много разных подобных сервисов, типа сюрпризатора или Красти Бокса. В сюрпризаторе ты не знаешь, что будет в коробке. И это на самом деле очень интересно. Это будет недорого, если брать маленькую коробку. И для всех это будет сюрприз. Это хорошо подойдет для тех, кто особо не знает человека хорошо, которому собирается дарить подарок, но хочет ему сделать приятное. А Красти Бокс это коробки, в которых собраны разные прикольные вещи по какой-либо тематике, по сериалу, книге или вот еще чему-то подобному. Также, по моему мнению, прекрасным, просто шикарнейшим подарком станет фотография в рамке или несколько фотографий, или даже целый альбом с фотографиями. Это очень уютно, мило, и это оставляет память. Это очень приятно, и мне самой нравится, когда мне дарят фотографии. Это очень круто. Отличным подарком станут часы как для парня, так и для девушки, как для мамы, так и для папы, и для бабушки, и для кого угодно. Хорошим подарком станет чашка с какой-нибудь надписью или просто уютной картинкой, но, конечно же, не пустая, наполненная всякими сладостями, или же косметикой, или еще чем-то. Это очень-очень классно. Также очень крутым подарком, по моему мнению, станут, я прикреплю картинку, такие неоновые надписи, или же какие-то светильники классные. Они относительно недорогие, но при этом очень-очень классные. Также неплохим подарком станут футболки, или толстовки, или кепки с каким-нибудь брендом известным, или же футболку с эмблемой Окси, или же вот этот Think About It Man. Сейчас очень много разных футболок, толстовок на эту тему, это смотрится очень прикольно, при этом я не думаю, что это будет очень дорого. Можно заказывать уже с готовой печатью, или пойти в какой-то магазин в городе, где это тебе напечатают, это будет не очень дорого, но при этом очень классно. На самом деле я могу об этом очень много и долго разговаривать, но, пожалуй, на этом будет все. И все, что я хочу вам сказать, это ищите подарки в мелочах, потому что именно в этих мелочах проявляется наша внимательность человеку, наше внимание к нему. И это безумно круто, когда твой друг замечает мелочи, которые ты говоришь, которые тебе хотелось бы. Он это подмечает и дарит тебе подарок, связанный с этой мелочью. Это безумно круто. И я надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Также подписывайся на мой инстаграм. Я стараюсь постить туда классные фотки, смотри предыдущие видео, а также плейлить с новогодними видосами. Ну а на этом все. Увидимся с вами совсем скоро. Сияйте. Пока!